Учения в воздухе всегда задевают интересы гражданской авиации. Случилось так и во время нынешних стрельб в Херсонской области. Между российскими и украинскими авиационными властями вышла перепалка. Украинские авиации выпустили противоречивые предупреждения о возможности полётов в небе над Крымом. Как в этой обстановке работают пилоты гражданских самолётов? Об этом спросим прямо сейчас у Владислава Петренко, пилота гражданской авиации. Он выходит на прямую связь из киевской студии Настоящего Времени. Владислав, добрый вечер. Добрый вечер. Сайт Flightradar24 нам в этом поможет. Я буду просить режиссёров время от времени нам его показывать. Вот прямо сейчас над полуостровом Крым вообще самолётов нет. А где-то вдали над акваторией Чёрного моря летит Люфтганза. Я просто подглядываю на этот сайт прямо сейчас. Скажите, что изменилось? Как сейчас вообще летают гражданские самолёты над Крымом? С начала 2014 года трассы над Крымом были закрыты. И самолёты сейчас летают в обход Крыма, в облёт Крыма вдоль Румынии, Болгарии, Турции, вдоль побережья Чёрного моря. И все абсолютно самолёты, в том числе украинские, международные, российские, облетают эту территорию. И россияне летают в Крым исключительно с восточной части, через Краснодар и Ростов. Вот я, кстати, сегодня обратил внимание, что борт Red Winds чуть ли не единственный вечером прилетел из Крыма в Краснодар. А вот сейчас, как мы видели, какие-то самолёты действительно летят почти у турецкого побережья. Что, действительно, в Грузию вы летаете через Турцию? Да, приходится летать через Турцию, потому что эта зона закрыта, она не обеспечивает безопасности. И УкрАэрорух, который является частью Евроконтроля, руководит полётами только на территории, которая может обеспечить безопасность полёта. Кроме российских авиакомпаний, кто-нибудь в Крым или над Крымом транзитом летает сейчас? Нет. Вообще нет? Это запрещено, потому что УкрАэрорух является частью Евроконтроля, а данную территорию контролирует Евроконтроль. Что изменилось в трассах гражданской авиации в результате войны в Донбассе? Они поменялись, трассы ушли западнее, те трассы, которые проходили через Донбасс и Крым, закрыты. К сожалению, это вызвало определённые трудности, потому что аварийное спасение и поиск осуществлялись Украиной над Чёрным морем, и аварийно-спасательная база была в Симферополе. Теперь аварийно-спасательная база перенесена в Одессу, и Евроконтроль обеспечивает безопасность только вдоль Чёрного моря, вдоль западного погрежья. А в связи с учениями, вот когда УкрАвиярух выпускает предупреждение, ну, видимо, по рекомендации, даже по требованию военных, например, требование, которым говорится о нынешних учениях в Херсонской области, это как выглядит вообще с точки зрения пилота? Как вы получаете эти сообщения? Что меняется на эти дни? Перед вылетом, в полёте, на любом этапе мы можем получить информацию о том, что небо закрытое в определённых местах. Это бывает часто, вы сегодня говорите ещё о пуске с космодрома Байконур, там тоже перекрыты трассы, есть специальные зоны, огромная зона над Казахстаном, куда падает первая ступень, огромная зона закрытая там, где выпускается ракета с Байконур. Это происходит часто, пилоты, как правило, заранее перед вылетом получают информацию, какие зоны закрыты, специальные диспетчера авиакомпании, они следят за этим, отслеживают. Вы знаете, я сегодня обратил внимание, я видел одно такое сообщение, просто из обычного такого, знаете, гражданского любопытства, какое-то огромное количество цифр и букв, написанных капслоком, и это вообще, кажется, какая-то информация, которая невозможна, простите, разобраться. Информация просто зашифрована, аэропорты четырёхбуквенные, сокращённые слова, на самом деле она читается очень быстро, бегло и понятно. А вот эти учения, вот последние, которых мы сейчас рассказываем, в Херсонской области, которые сейчас проходят в акватории Чёрного моря, но вблизи от границ полуострова Крым, они как-то влияют на трассы гражданской авиации или они находятся в стороне от трассы гражданской авиации? Вот как раз-то место, в этом случае место выбрано, равноудалено от трасс, потому что, если брать линейку, просто по карте прочертить линейку, то мы увидим, что зона пусков ракет равноудалена от Харькова, Днепропетровска, Киева, Одессы, то есть место выбрано самое, пожалуй, безопасное для гражданской авиации, для трассы. Ну и, может быть, в конце вы в двух словах расскажете, насколько, если вы, конечно, знаете, то увеличивается стоимость билетов и вообще какие трудности испытывают авиакомпании в связи с ситуацией, которая сложилась с Крымом и на Донбассе? Авиакомпании из-за трудностей, которые сложились в Крыму и на Донбассе, не испытали трудностей никаких, но это не потому, что мы начали летать в облет. Тут просто совпадение для гражданской авиации было очень удачное совпадение, потому что в этот момент как раз цены на керосин значительно снизились. То есть топливо-то больше уходит? А керосиновая составляющая очень большая в гражданской авиации, поэтому билеты не поднялись из-за этого. Расход топлива увеличился, но общая стоимость перевозок не увеличилась. Да, действительно, не подорожали билеты, но, надо сказать, что не подешевели. Спасибо большое, Владислав Петренко, пилот гражданской авиации, объяснил нам, как эти учения выглядят с точки зрения, собственно, людей, которые эти самолеты вводят. Спасибо. Спасибо.